По семейным обстоятельствам Моя кухня вас ждала 20 лет Горная лаванда для новой кухни На этом эскизе прям пахнет печенными булочками Ремонт к юбилею Галины Польских Галочка, дорогая, ты очень женственная, мягкая Положительный, замечательный человек Смотрите прямо сейчас У замечательной актрисы, народной артистки России Галины Польских юбилей И наша программа готовит ей подарок Конечно же, идеальный ремонт Ой, Наташа, здравствуйте А я вас... Галина Александровна, идеальный ремонт к вашим услугам Я очень рада Проходите, пожалуйста Спасибо Так, вижу, что кухня с Арочкой С Арочкой, да Это какой-то ремонт немножко такой давний Давний Я ей хочу сказать, что вот моя кухня вас ждала 20 лет И наконец-то дождалась Да что вы Да, 20 лет А вы знаете, она выглядит такой, ну, как-то чистенькой Очень мы за ней ухаживали, это правда Очень Но тем не менее, она 20 лет все-таки Если я вам покажу, эти дверцы уже не открываются Это ужасно Вот, вот, оп И вот они все такие Ящики все расклеились Я их клею, клею Вот эти самые поменяла Эти штучки Потом, вот, самое еще страшное Это у нас вытяжка Вот это вот Ну да, это ужасно Она так просто для мебели, она не действует Потому что это старого образца Там надо фильтры менять А их даже уже в продаже нет Ну что же Ручки-то чешутся, чешутся Ну и как чешутся, чешутся Хочется, конечно, одновить А какой стиль вы любите? Провац Провац, прекрасно Все как-то сейчас влюблены в это направление Он такой красивый, нежный, домашний Вот уже полвека ее героини триумфально идут, шагают по стране Кажется невероятным, что один человек сыграл такие разные роли Судьба Галины Польских в кино на редкость счастливая Но ее реальная жизнь была непростой Детский дом, гибель первого мужа, не очень удачный второй брак Но она победила семейные обстоятельства Красивая женщина, востребованная актриса Ей не хватает только новой кухни И эту проблему мы решили Скажите, а вот будем делать кухню Будем делать кухню в стиле Прованс Но надо понять, на сколько человек ее рассчитывать Вот сколько здесь собирается семья Сколько человек строится Я здесь одна живу Но у всех есть квартира, конечно У меня две дочки и внук Но все почему-то у меня живут Как это получается? Все у бабушки Все у бабушки Внук это точно Ну, естественно, и мама приходит Потому что мама ему готовит Вот, кстати, готовит Поэтому вот нужна духовка Духовка совершенно необходима Да, да, да И еще... Пироги печь, запекать что-то Да, и у нас очень много собирается Почему-то посуда Все, кто кофе, кто чай Все сюда бросают, бросают Нет посудомоечной машины Это ужас Я поняла, значит, духовку обязательно Обязательно посудомоечную обязательно А потом... И водичка Да вы же на съемках все время Когда мы... А некогда, некогда, правда Нужно, чтобы все было очень удобно И техника была современная И комфортная Конечно Знаете что? Сделаем обязательно Как вы любите в Провансе К юбилею Да Потому что нам будет очень приятно Сделать вам такой подарок Только, знаете что? Покажите мне еще квартиру Как вы живете Хорошо, пойдемте Галочка, я хочу тебя поздравить с юбилеем И пожелать тебе Вот я знаю, что тебе делают кухню Идеальный ремонт Я очень верю этому Я верю этому проекту Верю идеальному ремонту Я думаю, что ты получишь огромное удовольствие От этой кухни Захочешь как можно больше готовить Только ешь поменьше А готовить можешь побольше И приглашай нас в гости С днем рождения В общем, Игорь, я решила вам отдать свою комнату Она все-таки на 8 метров больше То есть как? И пока я сегодня дома Нужно мебель всю переставить Прямо сейчас? Да, прямо сейчас А вы где будете? Вашей Мы начинаем ремонт К юбилею народной артистки России Галины Польских Выносим вещи Эта светлая кухня кажется большой Но на самом деле Ее площадь всего 9 квадратных метров Галина Александровна Попросила нас разместить Много бытовой техники Мы выполним эту просьбу Но нам придется тщательно Продумать эргономику Дом кирпичный, сталинский 60-х годов постройки Ремонт здесь был 20 лет назад Так что кухню давно пора обновить Хорошо, что вы Галины Польских делаете ремонт Потому что она замечательная актриса Такая правдивая Что дальше ехать некуда Сама правда Замечательная Она очень спокойная Сдержанная Сдержанная И эта сдержанная звена Это редкая вещь Я не сдержанная Я себя на машине Чем могу Итак, мы делаем кухню Для Галины Польских Коллеги, у нас очень деликатная задача Галина Александровна Она такой человек скромный Очень нежный Очень трепетный Ей нужно минимум пафоса А все такое какое-то домашнее Уютное И очень человеческое Это эскиз? Да Я посмотрю Так Мне кажется, что на этом эскизе Прям пахнет печеными булочками Вот и фантазерка Уже все придумала Я вижу, что есть очаг с вытяжкой Как он будет расположен? В этой квартире газовая плита Поэтому мы отталкиваемся от того Что это настоящий огонь Живой огонь И мы ставим в центр Да Ставим в центр, соответственно, наш очаг Вот И у нас будет, соответственно, газовая панель Варочная Вот И духовка Сереж, вы у нас отвечаете за кухню Как вообще мы будем ее делать? Из чего? Кухня будет из дуба Белорусская Из настоящего белорусского дуба? Да Слушайте, мне нравится Долго-долго И можно будет по наследству передавать Цвет вот такой замечательный ваниль Кухня очень элегантная Будет светлая Освежающая Ну, по эскизу все хорошо Но вот в чем в этом проекте Будет какой-нибудь изыск такой? Что будет такой особенный изюм? На фартуке у нас будут Израсы ручной работы Которые будут изображать прованские травы Ну что же, мне нравится Давайте так и продолжим Дорогая Галочка, я тебя поздравляю С наступающим юбилеем Желаю тебе здоровья И счастья И надеюсь, что Этот идеальный ремонт Который у тебя делает первый канал Поднимет тебе еще больше настроения Даст тебе много сил Жизненного тонуса В твоих дальнейших творческих планах Счастья тебе, здоровья И всего-всего самого наибольшего Мы начинаем отделочные работы Наносим на стены слой грунтовки Она выравнивает поверхность А еще благодаря грунтовке Любое покрытие будет держаться крепче По просьбе Галины Польских Мы выбрали французский деревенский стиль Для него очень характерна Фактурная штукатурка Она создается в несколько этапов Вначале идет базовый слой шпатлевки Он будет сохнуть 24 часа После этого мы еще раз покроем стены Акриловой грунтовкой Глубокого проникновения Программа «Идеальный ремонт» Путешествовать по миру Мы выбираем самые яркие предметы И самые интересные тенденции В сфере интерьера Идеальный ремонт в Азербайджане Мы в Праге Мы в Дубае Программа «Идеальный ремонт» Финляндии Идеальный ремонт Идеальный ремонт Идеальный ремонт Галина Польских мечтает О деревенском французском интерьере Но это не только Прованс Стиль шале тоже очень уютный И главное, он подходит для нашего климата Мы находимся во французской деревушке Куршевель Начиная с 50-х годов Французские архитекторы Возрождают здесь стиль шале Справедливо считая его национальным достоянием И если новые здания построены Также в традиционном стиле То внутри интерьеры могут подвергаться Кардинальным изменениям Я бы сказала, что в своем стремлении К совершенству Французские дизайнеры Дошли до апогея Изначально курорт Куршевель Задумывался как социальный Народный проект Здесь строили для среднего класса Молодые архитекторы хотели Чтобы их дома сливались с природой Удивительно, но многим кажется, что архитектурный стиль шале Это нечто вычурное и помпезное На самом деле совершенно не так Шале – это простое жилище альпийского пастуха Крепкий, основательный деревенский дом Который врыт в ландшафт В ландшафт вот этих чудесных гор Во время строительства курорта лес и склоны Оставались неприкосновенными В наше время такое привычно Но для 50-х годов это было революционное решение Архитектурный образ шале не изменился за столетия Строительные материалы всегда камень и дерево Их здесь много Курорт постепенно стал модным Пастушьи домики превратились в примету люкса Сейчас в стиле шале Оформлены самые дорогие отели Куршевеля Сочетание традиционного и современного стиля Дает поразительные результаты Это хорошо видно на примере нашего отеля Снаружи это шале Внутри 21 век Природа и роскошь хорошо сочетаются И пользуются огромным спросом Крыша шале спроектирована таким образом Чтобы удерживать шапки снега Первый этаж часто делают Оштукатуренным или каменным Но что внутри этих сказочных домов? Я хочу показать вам спальню и гостин Этого современного нового шале Но все-таки сделанного в традиционном стиле Здесь работала французский дизайнер Индия Мадави Смотрите, комната квадратная С невысоким потолком, как и свойственно шале Обязательно сделанным деревом Так же, как и двери И дерево очень простое, не покрытое лаком Как бы самое простое дерево, которое могли использовать пастухи В альпийских хижинах Шале это обязательно натуральные материалы Поэтому здесь натуральный бархат Очень плотный, уютный твит на диване И, конечно же, на полу шерстяной, теплый ковер В модную черно-белую клетку Вот стол обеденный со стульями Казалось бы, очень традиционный Но здесь все сделано по ее рисункам И этот чудесный стул Очень-очень в стиле шале и святой овечьей шкуры Я бы его утащила в Москву Потому что, мне кажется, он идеально подходит к интерьеру Который мы сейчас делаем Но если мне это не удастся, я вам обещаю, что я покажу, как такой стул сделать своими руками Далее в идеальном ремонте Дай-ка я посчитаю, за каких я в фильмах снималась и сколько 150 насчитала Но ведь она так рано начала сниматься Мамочка любимая, я тебя поздравляю с днем рождения Сегодня мы делаем ремонт для Галины Польских Это наш подарок к юбилею народной артистки России Галина Александровна попросила оформить кухню площадью 9 квадратных метров Дизайнеры предложили французский деревенский стиль с дубовой мебелью и плиткой ручной работы Гали Польских, это моя молодость Ты помнишь, когда играла мою жену Галь в белых росах? Ой, гудели, ой, гуляли Это не то слово И, кстати, мне очень нравится, что каждый год и по 4 раза первый канал показывает все время нашу картину белые росы Как говорят, уже классика Мы с тобой уже почти классики С праздником, с ремонтом тебя Вот, проходите дальше Это что за комната? Это вот как бы моя комната Вы же так востребованы Фильмография ваша, это просто несколько страниц Да, я вот здесь сама недавно почитала, думала, дай-ка я посчитаю В каких я фильмах снималась и сколько? 150 насчитала А какой самый любимый? Ну так нельзя сказать, наверное Можно, можно Можно, их очень мало у меня Но я так скажу, что «Дикая собака Динга» Это, конечно, первый фильм Отец добрый, хороший человек Я всегда говорила тебе об этом, Таня Ну, если он добрый, хороший человек То почему он нас оставил? Мы же, кажется, любили друг друга Ты вырастешь, Таня И многое поймешь Никогда! Никогда я этого не пойму И я никогда не буду любить никого, кроме тебя И нам никто не нужен Никто! А потом Я шагаю по Москве А потом По семейным обстоятельствам Суета, суета Это мой любимый По семейным обстоятельствам Любимый Очень хороший Можно смотреть его бесконечно Семейный такой какой-то фильм, да Достаточно? Благодарю Пожалуйста Суета 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 Только этого не хватало Я не верю Я тоже И вообще, к чему нам ссориться? У меня любимейшая Я шагаю по Москве Мне кажется, что с этого фильма Просто все настолько в вас влюблены Ну вот все Потому что там такое Какое-то обаяние женское Искрометное Да, мы там все хорошие Это молодежь 60-х годов Такие все Какие-то Молодые Задорные Энергичные А не вы справедливо были все влюблены И вас когда снимались? Если честно Локтев Да? Локтев, да Это прям вот как-то Он провожал меня всегда Но у меня уже был ребеночек маленький Вот Мы снимали дачу здесь где-то Вот под внуком И он сюда меня провожал Сегодня, когда я прилетел На аэродроме Какая-то девушка танцевала одна Без музыки Сама с собой Напевала что-то И кружилась Балерина, наверное Просто у нее все было хорошо Когда у человека хорошо Это сразу видно Мы, зрители, знаем ее очень давно Ведь она так рано начала сниматься И до сих пор Галина на киноэкране Я не помню ни одной роли Галины Чтобы это вызвало какое-то, знаете, неудовольствие Она всегда играет положительной героиней И видно даже по ее облику Что она положительный, замечательный человек Давайте за минуту попытаемся вспомнить Все хорошее, что вы сделали в жизни Но первое, что придет в голову Вспомнила У нас как-то был дефицит с хрусталем И к нам завезли люстры Чешки Светлана Юрьевна Просто вспомнить Молча Молча Хорошо Молча Мы продолжаем работы Для пола решено выбрать плитку Но не обычную Она имитирует дерево Это керамогранит Цвет и фактура со стариного дуба Очень характерного для стиля Прованс Плитка кладется на специальный плиточный клей Потолок мы оформляем с помощью потолочной розетки Из полиуретана Карнизы тоже полиуретановые, широкие Фиксировать их лучшим монтажным клеем Можно дополнительно использовать саморезы Галина Александровна тем временем проводит экскурсию по своей квартире Мы в этом доме Сталинский дом, хороший дом Живем уже, по-моему, с 1956 года И жили мы в совершенно другом подъезде Квартира была двухкомнатная На девятом этаже Нас заливало без балкона В общем, не очень удачная квартира И когда наступили такие времена перестройки И вот так вот получилось, что я то продала И, в общем, вот это вот поменяла Так скажем Это трехкомнатная квартира Здесь и балкон есть Давайте посмотрим другие комнаты Так же там хорошо, как здесь Так же чисто Я думаю, то, что чисто, это точно Ну, не знаю, понравится мне Мам, я очень надеюсь, что работа дизайнеров Первого канала Тебя удовлетворит И ты останешься довольной идеальным ремонтом И с удовольствием будешь готовить нам на этой кухне Коллеги, мне нравится общая стилистика проекта Но вот по этому эскизу я не понимаю Как будет расставлена совершенно необходимая бытовая техника Давайте посмотрим вот здесь вот Вот я правильно понимаю, что холодильник вы поставили как ноль? Да, мы его оставили на прежнем месте Но выбрали сделать его встроенным Потому что он тогда лучше гармонирует с новой кухней Не перетягивает на себя внимание от центрального элемента очага А где посудомойчная машина? Посудомойку пришлось поставить слева от плиты От варочной панели Да, потому что размещение ближе к мойке Там мешают выводы То есть были сложности именно технические Скажите, а где собственно вот духовка? Совместили ее с микроволновкой, да И разместили в отдельном шкафу Вот здесь вот? Да, совершенно верно И сверху это кофеварка Вот это кофеварка? Да, Галина обожает кофе Она кофеманка И мы решили, что вот такой акцент будет для нее очень приятным Есть ли что-нибудь, чего мы забыли? У нас есть еще телевизор, который очень важен для Галины Мы тоже долго искали для него хорошее место Оно соперничало именно с кофемашиной И в результате мы нашли для него место вот именно в противоположном углу Совершенно верно Ну что же, молодцы Вам действительно удалось вместить в эту маленькую кухню для Галины Польских Все, что ей необходимо И все, что сделает ее жизнь удобнее и комфортнее И если вы хотите узнать все секреты правильной организации пространства То есть эргономики Зайдите на наш сайт iRemont.tv Ремонт для Галины Польских продолжается Нам не пришлось менять окно и подоконник, они хорошего качества Но мы обновили откосы и сейчас покрываем белой краской Галочка, дорогая, ты замечательный человек Я очень хочу, чтобы к твоему юбилею тебе сделали идеальный ремонт В котором тебе было бы приятно и дальше жить Приходить на эту кухню И чтобы тебе там всегда было хорошо И собирались только самые верные и хорошие друзья Вот, еще комната А это чья? А это комната моего внука Часто он здесь бывает? Да, он же учится не в России Поэтому он приезжает на каникулы Летом он точно на Новый год приезжает Но весеннее не приезжает Какая вот эта фотография чудесная Это мы с ним на кинотавре Видите, он как одет Ну просто как джентльмен Да, 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 маленький джентльмен Ну эта комната так и остается его, чтобы он мог всегда приехать Да, ну вот и это, вот-вот-вот все И вот здесь аппаратура, здесь у него что-то такое Мамочка любимая, я тебя поздравляю с днем рождения Желаю тебе здоровья, конечно же Чтобы ты оставалась всегда такой теплой, светлой, доброй Ну и еще много творческих побед Девочки, я вижу, вы принесли очень много красивых тканей А что, у нас какая-то проблема с этим? Да, Наташа, у нас проблема У нас северная сторона И у нас дом напротив, окна в окна И нам надо обязательно добавить в комнату тепла Чтобы у нас было все время ощущение солнечного света Чтобы там было тепло Согласна, но прежде всего, что у нас с тканями? Здесь как раз солнечный оттенок ткани Светло-бежевый цвет Яркие цветы, можно использовать не крупный, а мелкий рисунок Он не загромоздит, а только создаст веселое настроение Единственное, что я попросила бы вас Не усложняйте окно Это кухня, а не парадная гостиная Она должна быть немножко легче Мы предлагаем использовать кружевной тюль Для того, чтобы сделать окно более воздушным и легким Знаете, девочки, не люблю я сама тюль Но, мое мнение, это не важно Важно, чтобы это понравилось Галине Александровне Давайте так Если вы хотите сделать ей самое красивое окно на свете Делайте Далее в идеальном ремонте Как вы сохраняете свою красоту? А никак Наверное, любовь спасает Я только так То, что тебе сделает первый канал Ты даже не представляешь Сегодня мы делаем ремонт на кухне Галины Польских Галине Александровне нравятся загородные интерьеры Поэтому дизайнеры предложили стиль Прованс С некоторыми элементами французского шале Особенностью этого проекта станет дубовая мебель Плитка ручной работы и фактурная штукатурка Монохромная гамма-интерьера кажется многим самым безопасным вариантом Но ведь это довольно скучно, особенно в наши долгие зимы Обязательно добавьте в интерьер Яркие акценты теплых тонов Спелой рябины, спелой малины Или даже свежего яблока И ваша жизнь в комнате станет намного веселее Мы приступаем к очередному этапу создания фактурной стены Наносим штукатурную массу Она содержит кварцевые зерна Затираем с помощью металлической терки Такая фактура имитирует травертин Кажется, что этим стенам очень много лет Ведь в стиле Прованс важно избежать ощущения новизны и свежего ремонта Покрываем поверхность защитным лаком Тем временем Галина Александровна показывает нам комнату внука Ну здесь все мило, славно Все зелененькое Все такое свеженькое Вот из всех ваших любимых цветов Ой, я обожаю Цвет надежды, я так говорю Зеленый, да? Цвет весны А весны, точно А цвет красоты Вот здесь все-таки новое Я должна спросить Как вы сохраните свою красоту? А никак Я не знаю как Я, видимо, люблю жизнь Люблю свою семью Люблю свою работу Наверное, любовь спасает Я только так думаю Галочка, солнышко Я тебе хочу пожелать Во-первых, здоровья, конечно Потом по твоим, по нашим, по семейным обстоятельствам Чтобы было все отлично Я тебя обожаю Дай Бог тебе счастья Дай Бог тебе удачи Новых творческих работ Ты талантливейший, потрясающий человек Я тебя обожаю Вот жених для тебя хороший Так он же старый Ну ты же не варить его собираешься Как вы решились Вот девочка, сирота Отец погиб Сложные годы И детские дома Бабушка А как, в каком-нибудь вы решились Что вы станете артисткой? Честно? Да Я из-за бабушки А бабушка? Мне так было жалко бабушку Потому что она работала уборщицей В магазине Овощи и фрукты Я помню Ходила в этом халате В каких-то бурках Перевязанной какой-то бечевкой Этот халат Она трудилась И я понимала, что она старенькая Что ей тяжело Вот А мне так хотелось Чтобы моя бабушка жила Богато Красиво Но бабушка застала В какой-то момент Ваши, может быть, первой съемки Бабушка застала Я первый раз, по-моему, жильцом Вела передачу После «Дикой собаки Динга» Меня пригласили Я вообще ничего не понимала Что это прямой эфир Оказывается же раньше Вот И я что-то Она мне задавала вопросы А я сдала пальто И мне дали этот номерочек Металлический такой И я сижу с этой жильцовой Разговариваю Этот номерочек Кручу, 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 кручу Я даже не поняла Что я его крутила И что это все снимается Ну и прихожу домой Бабушка открывает дверь И говорит Что ж ты творила? Что ж ты с этим номерком делала? Я чуть не умерла Чуть со мной истерики не было Ну вот так вот Я думаю только о тебе Всегда? Всегда Даже когда тебя не вижу Вот что для меня странно Да, это странно Но это хорошо Галиночка Мы с тобой знакомы Давным-давно Когда ты снималась С дикой собакой Динго А я снималась В Солярисе И мы встречались На фестивалях с тобой Я помню Кто-то у тебя спросил А сколько у вас Комнат? Ты сказала У меня У меня 32 метра Это неправильно Перевели И у тебя оказалось 32 комнаты И с чем тебя поздравил Этот корреспондент Западный, конечно Галь, мы живем В любых условиях Но то, что тебе Сделает первый канал Ты даже не представляешь Вот эту сказку Которую есть сейчас Смелее Ничего не бойся А мы начинаем Выкладывать фартук Он будет украшен Декоративными элементами Их местоположение Заранее отмечено на стене Чтобы правильно задать Уровень первого ряда Мы установили Металлическую направляющую Клей наносим Зубчатым шпателем Дизайнеры выбрали Для этой кухни Английскую плитку Из обливной керамики Она еще называется Майоликой Плитку покрывают глазурью А затем помещают в печь Где глазурь Сплавляется с красками Прекрасная майолика Делается и в России Например, в Гжели Декоративные вставки Раскрашены вручную На них изображены Травы Прованса Базилик, шалфей Розмарин И, конечно, лаванда Над варочной панелью Большое декоративное панно Для рубрики Идеальный мир Наша программа Съедела во Францию Где мы снимали Типичные альпийские шале Шале – это очень красивый стиль Поэтому давайте Сами научимся Как сделать стул В стиле альпийского шале Который пригодится нам всегда В любом интерьере Нелли, рассказывай Я нашла замечательный стул Как раз как в деревянском стиле С такой грубой фактурой С чего я начала? Я сделала лекало сиденья Оно чуть больше, чем реальное сиденье, да? Да Я беру, отрезаю лишнее И воспользуюсь банально степлером Мне бы очень хотелось пришить Взять красную нитку И как-то набросать Но шкура этого не позволяет Поэтому что мы делаем? Мы начинаем перебивать Крепляйте скрепкой Потому что мех не позволяет Скобе войти глубоко Так, теперь с этого краешка Мы его прихватим И в принципе у нас уже В общем-то она никуда не денется Ну что же, у нас получился Вполне себе прекрасный Уютный стол Мне кажется, исполнение может быть разным Если у вас тонкая шкурка То можно зашить это С петлями и пуговицами Зашить круглой ниткой Можно, наверное, сделать даже на молнии Вообще, мне кажется, историю про то Как сделать альпийский стол Можно еще посмотреть на сайте Аремонт.тв Мы там расскажем об этом подробнее Пришло время выбирать цвет кухонной мебели За помощью мы обратились К Светлане Дружининой И Анатолию Мукасею Они хорошо знают и любят Галину Польских Здравствуйте, наконец-то Добрый день Как я рада вас видеть Мне очень нужен ваш совет Наш дизайнер Нелли Алексеева Выбрала вот такую вот белорусскую кухню Эту компанию, которую наши братья-белорусы делают Очень хорошую Очень качественную Из массива, без шпона Очень красивой кухни Вообще, действительно, это кухня Это кухня очень красивая Смотрите Ой, я вас такой же Какая система, да? Какие удивительные белорусы делают Это только белорусы Но мне кажется, что все-таки Галя Она сама такая-такая белая Такая она сладенькая, пухленькая Ну, по крайней мере, еще очки ее пухленькие остались Мне кажется, что все-таки цвет Толечка Ей кажется, нужно подумать иной подобрать Вот смотрите, образцы Нет, это слишком Хотя красиво, согласитесь Очень красиво И вот это очень А какие у нее обои там вот Или какие стенки цвета Мы бы действительно выбираем Вы угадали Пастельную гамму Все светлое Все такое молочно-кремовое Вот это, мне кажется, вот это Как галка Вот это очень точная точка Посмотри Вот она такой вот Такой вот очаровательный Совершенно пончик Этот цвет похож на галку Именно эта кухня Только выполнена в цвете Ваниль с кремовой патиной Мамочка, дорогая любимая Поздравляю тебя с твоим юбилеем Желаю тебе от всей души Крепкого-крепкого здоровья Хороших, добрых, интересных ролей Ты наш рулевой Ты наш локомотив Мы всегда идем за тобой Поэтому хотим, чтобы ты Долго-долго еще нас радовала И оставалась самым главным Человеком нашей семьи Как приятно сделать перерыв в работе Зайти, посмотреть, как вы тут устроились Какая чудесная комната А что, вы прям спите на этом диване Нормально? Удобно? Ну, на своем-то лучше И с собакой, как его зовут? Абрикос Абрикосик, иди сюда, скажи здрасте А вот вы попросили сделать Прованс А сейчас живете здесь И уже, в общем, не одну неделю Здесь же очень чистый стиль и раду У вас прямо просто минимализм настоящий Да, я к нему стремилась Итак, отделочные работы завершены Фартук выложен изразцами ручной работы Начинаем устанавливать кухню Она сделана на небольшой семейной фабрике в Белоруссии В навесных шкафах Сенсорная система включения подсветки Достаточно просто поднести руку Столешница из искусственного камня Подобрана в тон полу Мы всегда, по-моему, с Машей сверяемся по маме Даже если что-то одеть Там показывают Даже я могу там сфотографироваться Мам, в этом можно идти, если куда-то надо Серьезно? Нет, мало того, что они выбирают Договариваются, наказ повесят Едут за мной Чтобы посмотрели в примерочной Как это на них сидит И чтобы я сказала Как вы успеваете это сделать? Сказать вот это да, приехать Когда дочки выбирают что-то Ведь одна же воспитали Двух таких прекрасных дочерей Ну, сложности, конечно, были Потому что у меня работа такая Что выезжала в экспедиции И надолго Оставить было не с кем маленьких А вы с мамой были в экспедиции? Я выросла в экспедиции Вы вообще человек кино Мне кажется, это хорошо, наверное, для ребенка Когда он видит, как работает Вы знаете, все не исчезают в полдень Мы снимали, Бог знает где Я забрала И подругу Масокки я там снимала Да, да, подругу Ей было, наверное, я не знаю Ну, в третьем классе она училась И Машу маленькую И еще свекровь Всех забрали? Всех Вам пришлось снять какую-то избу Как вы там жили? Ужасно жили Ужасно жили Во-первых, там было всего семь домов Там было семь изм Мы жили в узбе Там не было воды Мылись в рече Река Уфа Она маленькая Но быстрое течение, я помню Мы жили в какой-то маленькой комнатке Еще кто-то жил А я с подругой на сеновале спала, по-моему Ты-то Что делаешь? А? Ты с мужиком всю жизнь прожила А я не знаю, как мужская пропотевшая рубаха пахнет Ты-то это знаешь За навесочки, говоришь, задернули Ну, задернули Чтоб любопытные глаза не пялили Да вот еще дверь забыли закрыть Да настал собрать Славдия! Подумай, чего говоришь Далее в идеальном ремонте Я рвусь домой Очень она боится, как бы что-то не так Очень-очень не волнуется Ну, не волнуйтесь Вот это да! Сегодня мы делаем ремонт на кухне Галины Польских Это наш подарок к юбилею народной артистки России Дизайнер предложила французский деревенский стиль Чтобы найти интересные идеи для ремонта Наташа Барбье съездила во французские Альпы А друзья Галины Александровны согласились помочь в выборе мебели Для стиля Прованс характерна очень простая форма кованых изделий Никакой вычурности Именно такую люстру мы и выбрали Абажуры льняные На окно вешаем жалюзи Его верхний слой алюминиевый Нижний слой тканевый По типу плесе Новый немецкий пылесос Томас Паркет XT легко и быстро отмоет паркет, ламинат и ковер А его знаменитый аквабокс чистится за секунды Послушайте, у вас скоро юбилей Как вы будете отмечать? Вот это же, наверное, как-то надо подготовиться заранее Ой, Наташа, я даже не знаю Дело в том, что я не очень люблю свой день рождения И мы, вот честно скажу, никогда не отмечали Ну, то есть отмечали Вот вместе соберемся, дочки там взять Мы так соберемся, чай, тортик Тортик, подарок Поздравят обязательно, подарки какие-то Галина, поздравляю вас с вашим юбилеем И, конечно, здоровья вам, вашей замечательной семье И ждем новых ваших ролей на киноэкране Мы, зрители, вас очень любим Вы не могли бы прокатиться со мной на этом самолете? Чего? Понимаете, я хочу, чтобы этот человек приревновал меня Чего? Чего-чего? Хотите, первый рубль я дам Пять Я рвусь домой Подождите, я осталась совсем чуть-чуть Вот совсем чуть-чуть, последние дни, и все А мебель уже... Висит мебель А мебель вы тоже, да? Ничего не могу сказать, не могу ничего сказать Сейчас собачкой передаю, ничего сказать про это Больше не могу, нет Вот с абрикосом поиграю, чаю попью И пойду дальше Ремонт к юбилею Галины Польских завершается На окно и дверь мы вешаем тюль Ткань кружевная, воздушная С нежными цветочными букетами Вышивка имитирует ручную работу Карниз кованый Есть и другие кованые предметы Бра, банкетка цвета слоновой кости и этажерка Атмосферу Прованса Галины Польских в комедии А я еще вспоминаю, что кажется вы в фильме разбили вазу Ну разбили, в футбол играли, да Да, вот тогда видите точно совершенно Будем выбирать Добрый день Здравствуй, Люсенька Люсь, вот тут тебе сюрприз приготовили Давайте выберем вазу Вот красная, как вы думаете, не ярковата для нее? Не агрессивна ли? Не знаю, она вообще, она вообще как-то в таких, даже в одежде она придерживается пастельных тонов Она любит такие белорозовые, такие вот какие-то, такие Так что я думаю, скорее всего, вот из этого Что-то такое Так А вот это вам не нравится? Нравится Да, я просто подумала, что она Вот смотрите, она такая, с крышечкой Так Наверное, такая многофункциональная Так Можно и как вазу использовать, можно туда что-то прятать Что вы думаете о подсвечниках? Ну вообще, вот из всего этого, мне больше всего нравится вот это Как с вами удобно И правда Как с вами хорошо Это какой-то такой подвесной фонарик А вот этот вот подсвечник А я совершенно согласна Спасибо вам большое за помощь Я уверена, точнее я надеюсь, что Галина Александровна оценит ваш выбор этих вещей Дай Бог, чтобы понравился Юбилей Галины Польских был два дня назад Но можно продолжить празднование Мы накрыли стол Чайный сервиз французский Угощение тоже Это знаменитый перевернутый пирог Татен Галина Александровна, я счастлив, что вы наконец-то получите идеальный ремонт Меня тоже недавно сделали Я просто Я сейчас стал счастливым человеком, потому что мои женщины в доме довольны Поэтому я вас поздравляю с идеальным ремонтом И желаю вам здоровья Ой, волнуюсь очень, очень-очень волнуюсь Ну не волнуйтесь Вот это да Дива дивная, чудо чудное Не похоже на то, что было Абсолютно, абсолютно Совершенно другая кухня Мне очень нравится Хотя она такая же светлая, как вы хотели Так получился И точно стиль Прованс Мой любимый стиль Видите, плиточки какие? А, это вот такие Вручную сделаны из росты с травами С ароматными травами для кухни Как раз в стиле Прованс Ну, посмотрите А то вы так замерли Не-не-не, вот плита мне нравится Наконец-то у нас духовка будет Кофеварка, это замечательно Галочка, я тебя вижу постоянно Слава Богу, ты востребовала Снимаешься И дай Бог тебе Работать вот так удачно всегда Поздравляю тебя с твоим днем рождения И абсолютно уверена в том Что ты будешь вечно молодой и прекрасной Большой-большой холодильник Это да Куда можно все надолго спрятать Теперь хочу показать вам главное Наконец-то Это я уже вижу Чтобы ручки не болели Посудомоечная машина Небольшая, но очень комфортная Вам хватит Плита с варочной панелью Здесь, конечно же, печка Нормальная духовка Чтобы все можно было Закончить А вот еще, посмотрите Внизу, как удобно сделано Это для сковородок, наверное И для подносов Как можно все убирать в два слоя Причем это огромный Глубь всей плиты Очень вместительная Все закрывается и доводится Само уходит Галя Дело все в том Что ты замечательная Актриса У тебя Прекрасная органика Ты актриса мягкая Добрая В любом возрасте Ты красавица А то, что ты сделал Этот идеальный ремонт Ну, если он тебе нравится Милая моя Я за тебя счастлива Ну, что ж Кухня замечательная Я просто счастлива Что у меня вот такая Кухня, о которой я мечтала Но, вот смотрите Какие шторы Это просто воздушный А карниз какой А самое главное Конечно Это посудомоечная машинка Вот что Вот что поразило Это Это Самое главное Что может быть на кухне Это большой подарок Замечательный подарок Что мы можем гордиться тем Что это может быть Лучшая кухня В вашей жизни Я безмерно благодарна Конечно И Первому каналу Что у него такая Замечательная Добрая Позитивная программа Немецкая фирма Томас Дарит вам пылесос Томас Паркет XT Он легко и быстро Отмоет паркет Ламинат и ковер А его знаменитый Аклобокс Чистится за секунду Спасибо Мы очень рады Что Галине Польских Понравилась наша кухня А на следующей неделе Сюрприз Для легендарной Нины Руслановой Ремонт в трудную минуту Все зрители Первого канала Знают, что у вас есть Некоторые бытовые сложности Как помочь Нине Руслановой Справиться с болезнью Тренажер нам Совершенно необходим Потому что мы Заботимся о здоровье Новая жизнь В новой комнате Программа Идеальный ремонт Мечтает вам помочь Смотрите через неделю Это очень сильно У нас все с тобой Получится Новый год Не за горами Программа Идеальный ремонт Объявляет конкурс Идеальный Новый год Присылайте свои Новогодние идеи На наш сайт Необычные елки Авторские игрушки Украшения Для комнат И улиц Дизайнерские предметы Для сервировки Праздничного стола Присылайте фотографии Способы изготовления И придумывайте Для своих проектов Оригинальные названия Лучшие идеи Получат призы От Наташи Барбье Партнеров И спонсоров Идеального ремонта Но главное Ваши мастер-классы Станут частью Наших программ Все подробности На iREMONT.TV Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok